Протягиваем выпуск. Знайсти кропки роста в каждом регионе и вызначить, как они будут вплывать на экономику Украины. Депутаты Совета Республики провели у Чаширского выездное посадение. С чем звернулись мясовые жахары и какие задачи стоять перед районами, расскажет Настасия Кучинская. Чаширский район – классическая белорусская глубинка, аграрный край. Во всех справоздачах и пироликах завышает на посередине. Да так уж Чарнобыльские. Но такие районы – своя особливая индикатор вектору державной политики. Да, он находится в Гомельской области, в глубинке, Чернобыльский район. Но все дело в том, что у нас очень хорошо развивается район, развиваются наши предприятия, в том числе и сельхозпредприятия. Поэтому о нас должны знать. Каплепш познайомиться с мясовым житем, депутатский десант разыся родился по всем районе. У самим Чаширского прием провел старшиня постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и мясовым самокеровании Александр Папков. Дагоз вернулся Головный урач районной больницы Андрей Тбанько. Хвалюючая пытание находится у законодавшей плоскости. По дейвшим законе некоторые супрацовники больниц, например, Головный бухгалтер, позбавлены особных выплат на дадзенных иншим специалистам на потерпелых территориях. Головный урач лечить гэта несправедливым справу робим. Одну, а отрымливаем по-розному. Они должны вернуть выплаченную им сумму в размере 200 базовых величин. Плюс 1 января мы с ними уже не заключаем, то есть контракт заключаем, но им не положены доплаты по контракту. И получается парадокс. Главный бухгалтер, на котором вся ответственность лежит, получает зарплату меньше, чем обычный рядовой специалист. Александр Папков обязал разобраться о проблеме, тем более, что ситуация актуальная для всех шарнобыльских районов. Приемы депутаты Совета Республики провели во всех сельсоветах района с воротом Булони-Ашмат. На прием никто не пришел. Я спросил, почему. Неужели никаких проблем нет? Оказывается, нету. Оказывается, и в школе, и в здравоохранении, и за каждым человеком, кто там находится, есть определенный уход за пожилыми людьми. Уражениями обубаженным члены постоянной комиссии по региональной политике и мясовым самокированием делятся на посаджение. Тут же размова про стратегичные планы краины. Перед Беларусью стоит задача до 2025 года подвоить воловый внутренний продукт. В этой ситуации важно знайсти кропки росту в каждом регионе и вызначить, как и они будут уплывать на формирование волового внутреннего продукта. Мы сегодня занимаемся всем. А нам надо формировать, во-первых, новую продукцию, нам надо формировать экономику, нам надо формировать сегодня то, что будет определять будущее. И заработную плату, и пенсию, и, конечно, надо создавать новые рабочие места. Самой приемной часткой депутатского визита у Чаширский район стало наведывание детяшей юнацкой спортивной школы. Тут займаются больше за 300 хлопчиков и девчонок. Футболисты, атлеты, плыуцы, баскетболисты, дзюдоисты. У себя дома башат себе у будущим профессийными спортсменами. Тренируемся каждый день. После этого играем в двухсторонку. И мы растем. Хочем стать все профессионными футболистами. Кабметы стали ближе и корыстные подарунки от депутатов. Тут и тренажеры, кимоно и инший спортинвентар. Дарыча ГТС Устрэйша стала одним из финальных аккордов республиканской акции «Наши дети».